МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Здравствуйте! Фестиваль, в котором вы участвовали, это крупнейшая площадка показа музыкальных спектаклей. А много ли было театральных трупп из России? Только наш коллектив. По какому принципу отбирали? На самом деле это выбор принимающейся стороны. Они смотрят репертуар, они оценивают с точки зрения, будет ли он интересен их публике, их зрителю. И вот мы удостоились такой чести попасть на этот крупный фестиваль. Именно наш театр, именно с вот этим произведением Ромео и Джульетта. То есть вы посылали им видеоматериал? И уже на основе его они приняли решение? Конечно, они смотрят музыкальный материал, они смотрят техническое оснащение, качество работы, потому что очень высокий уровень фестиваля, и нужно обязательно ему соответствовать. Я знаю, что спектакль Ромео и Джульетта довольно масштабный в плане декораций. Неужели вы все это везли с собой? Нет, частично. Половину декораций делались там, в Корее, потому что очень сложно это транспортировать. Транспортировать очень далеко, очень дорого, и получилось, что выгоднее им сделать на месте декорации. Но какую-то часть декораций, конечно, мы везли батут, например. Ну, плюс все, что необходимо нам для работы нашей. Что у нас вошло в багаж. То есть принимающая сторона полностью оплачивала и поездку, и проживание, я так понимаю, и декорации частично? Да, да, да. Все было за счет принимающейся стороны, кроме медицинских страховых и доставки на Столмачево и обратно. А это благодаря нашим спонсорам. Спасибо им огромное. Почему вы решили представить именно эту постановку? Быть может, есть какие-то другие спектакли в репертуаре, которые, по твоему мнению, более достойны? Ну, конечно, у нас масса замечательных, чудесных спектаклей. Но это, опять же, выбор корейской стороны. Именно этот спектакль, видимо, показался наиболее интересным, наиболее ярким, эффектным. Потому что учитывается, наверное, зрительская симпатия к тому или другому материалу. И поэтому вот это, наверное, факт от нас независящий. Почему именно этот спектакль? Тебе самой что бы хотела показать? Вы знаете, у нас еще вот что есть. Я бы хотела показать абсолютно все. Потому что я думаю, что мы можем гордиться своим репертуаром, качеством наших спектаклей. Абсолютно любой спектакль достоин быть представлен на любой площадке любой страны. Как корейская публика вас встречала? Сразу ли вы взяли залы? Или вот был какой-то... Прием был очень горячий, но в конце, вы знаете, очень сложно было понять, как, наверное, и в Турции, когда мы были на фестивале. Зал очень тихий, очень внимательный, сосредоточенный. Нет аплодисментов в течение спектакля. Они настолько внимательно смотрят. И ты не можешь понять, как они оценивают. Нравится им это, не нравится. И только в самом конце, на поклонах, ты понимаешь, взял ты зал или нет. Это вот на самом деле очень такая большая сложность, очень волнительная. Потому что, соответственно, абсолютно другая страна. Восток. Абсолютно другая культура. Как они поймут, как они прочувствуют. Другой язык. С одной стороны, субтитры на корейском, с другой стороны, на английском языке. Но язык музыки, он един везде. Абсолютно един. И я думаю, что благодаря эмоции, актерской игре, музыкальным номерам, людям было понятно без всяких субтитров, без всяких текстов. Потому что это язык души музыка. И был потрясающий горячий прием. И мы были настолько тронуты и настолько счастливы. Потому что мы понимаем друг друга через музыку, что это соединяет нас. Вот участие на фестивале для нашего театра. А что значит? Приехали, себя показали и уехали? Или будет дальнейшее сотрудничество? Я думаю, что будет. Потому что, когда мы говорили с президентом этого фестиваля, он был очень доволен. Он очень горячо благодарил нас. Кроме того, мы отработали большое количество спектаклей. Мы пять спектаклей сыграли на этой площадке. И он очень надеется, что наше сотрудничество будет продолжаться. Сейчас будут идти переговоры о том, чтобы в дальнейшем мы также приезжали и показывали свои спектакли. Вик, я знаю, что сегодня ночью вы приехали в Барнаул. Очень устали. Спасибо, что нашли силы и пришли к нам в студию. Вам спасибо. Ну а я напомню, что сегодня у нас в гостях Виктория Гальцева, заслуженная артистка Российской Федерации, ведущая солистка Алтайского государственного музыкального театра. Виктория Галцкая Алтайского государственного музыкального театра. Виктория Галцкая Алтайского государственного музыкального театра. Виктория Галцкая Алтайского государственного музыкального театра.